так вот так перед формировали мы армию хорошая победа очень многозначная победа то есть для нас она была весьма полезной оценить ее наверное по пользе сложно так как по сути она открыла нам двери в крым и теперь крым может стать нашим если мы не задержимся мы не задержимся мы продолжим продвигаться дальше уничтожим сейчас эту армию и захватим бахчисарай да здесь я думаю на нашей полная победа выкуп предложение отклонено давайте захватим бахчисарай кстати я здесь вот на бахчисарай сейчас мы попробуем одну штуку я сохранился хочу сделать одну вещь сравнить взятие вот пропорции меня очень сильно интересуют пропорции между автоматической победой уничтожением врага автоматом то есть насколько эти пропорции в этом моде работают потому что я не могу понять иногда с большим преимуществом средним преимуществом мы выиграем иногда нет и мне хочется одну штуку проверить но это чуть позже давайте здесь разберемся в остальных областях а потом перейдем к этому важным очень вопросу так сохранимся это как раз то что я хочу попробовать сейчас я покажу так осталось когда 128 у нас не так уж и много но что-то было 160 чем тогда было ходов то есть мы уже какую-то часть прошли бахчисарай сейчас попробуем взять бахчисарай то есть вот такой пропорция например мне интересно возможно ли в этой игре то есть фактически на равных победить нет нельзя ну что ж бывает так поэтому я загружусь почему я это пробую для того чтобы понять насколько легко в этой игре проходить если тут есть возможность фактически всегда автоматом когда есть определенное преимущество побеждать то это ну читер с нашей стороны и как бы тогда автоматом работать не интересно но здесь вы видите было на нашей стране преимущество такое себе средняя солидная и враг все же победил поэтому все нормально я успокоился потому что у меня были определенные подозрения по поводу того что тут занижена сложность в моде нет самом деле все окей хорошо с этим вопросом разобрались решили меня другой возможности проводить эти эксперименты есть конечно за кадром но смысла как бы нет я же снимаю все равно думаю вы уж не не обессудите что я ради такого просто загрузился перезагрузился так да здесь пришлось отступить никаких вариантов однако и трансильвансы не оставляют нам никаких вариантов как только сражаться с ними ну выхода нет давайте на поле боя против этой теории вампиризма свидетельствует что ладу отрубили голову если вампирам отрубают голову то они уже не могут как бы жить даже по тем же верованиям хотя здесь предварительно нужно провести было бы наверное историческую подготовку верования представления людей о вампирах того времени между прочим здесь как раз трансильвания карпаты основные находятся сосредоточения свидетельств которые записаны в том числе и в аналах инквизиции в аналах ватикана которые можно найти по поводу вампиров об этом поговорим другой раз но тем не менее как то не стыкуются эти все теории с ладом дракула и поэтому с одной стороны он перед нами выступает как многострадальная личность которая жизни претерпела многое которая в результате была героем народным причем героем вы помните дал оружие крестьянам и горожанам по сути обеспечил таким образом их определенную возможность неподчинения своим хозяевам боярам то есть был врагом бояр был врагом королей но и всех дворян то есть с одной стороны он наш народный герой который реально предстает в светлом хорошем свете перед гражданом что защитил от определенной экспансии то есть можно сказать такой человек себе положительного образа в этом отношении то что он был с народом и если уже судить с такой точки зрения на что собственно говоря больше всего намекает история то есть если даже были у него жестокости то он эти жестокости в основном проявлял проявлял к своим противникам что закономерно учитывая время получается его очернили очернили вот этими документами ну и в историю он вошел вот как такое зло пал жертвой политических интриг так как победителей не судят ну а горе побежденным с другой стороны если все правда те зверства просто был неуравновешенным психом однако очень сложно предположить что неравновешенный псих смогу победить такое громадное турецкое османское войско отсюда скорее всего правда где-то посередине то есть действительно был человеком с определенными психическими отклонениями тем не менее был и талантливым полководцем и все же был больше с народом чем с какими-то боярами королями или остальными ребятами поэтому двоякое свидетельство личности но в отношении вампиров мы договорились потом поговорим очень интересная тема свое время когда наткнулся на вот эти вот протоколы судов над теми кто подозревался в вампиризме было очень интересно про это прочитать но потом все с владом дракулой мы разобрались это одна из известнейших личностей да пожалуй известнейшая личность в истории трансильвании трансильватского королевства княжества пока мы его не уничтожили сейчас как раз мы его добиваем цинично конечно об этом всем рассказывать уничтожая трансильванцев но тем не менее история такая вы знаете штука жестокая она не оценивает доброту и благосклонность она оценивает только конкретные реалистичные подходы к делу прагматичные поэтому так вот сложилась судьба бедных трансильванцев что же поделаешь и давайте перейдем к трансильванскому королевству почему я последовательно сделал надо было наверно сначала про трансильванское королевство рассказать потом про графа дракул но как-то мне показалось что граф дракул интереснее потому что само по себе трансильванское королевство не сказать чтобы его история особо обширная и интересная несомненно если разбирать подробно это очень много элементов этой истории но мы больше проходимся по самого интересного момента мы делаем это аналитически уже больше заключения поэтому об основной личности мы поговорили обратимся к трансильванскому королевству но прежде давайте добьем врага для этого нам понадобятся основные силы классно воевать старшинами классно воевать атаманами гетьманами они практически непобедимая сила конечно же настанет такой момент когда кто-то из них падет в битве но пока что все складывается как нельзя лучше такая стрельба не с не слабая происходит враг сам решает атаковать хорошо наши ребята пересидели немного расслабились и теперь пришла пора наверное ага они сами нанесли удар я не успел там отреагировать еще двойную скорость включил кусорок явно не способны нам противостоять ну и чё там еще а у нас противники кстати вы смотрите серьезные противники то есть у нас знать тяжелые всадники блин а вот теперь у нас под определенной угрозой находится часть охрана полководца не менее грозная сила чем у нас однако отступила почему же не отступили перегруппировались для чаржа что ли так ну-ну-ну на кусаров кусары побежали есть они решили силы потратить по всей видимости там где у них будет более практичный ущерб для нас нет друзья вы не убежите ну как же вы прошли как с нож сквозь масло и пропустили его ну-ну-ну окружаем убегает убегает и наверное сбежит скорее всего да все противник повержен он наших ног и пришло время посвятить какую-то часть нашего прохождения княжеству трансильвания кто смотрел мое прохождение героическая победа окей благословен господь сказала скала моя обучающий битве руки мои пальцы моей войне казнь 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 я выкуп соглашаюсь на выкуп так что это уже не моя жестокость на это в этой части цикла то есть цикл тут где-то приблизительно три часа у нас идет в этой части цикла видите что мы уже частично решили проблему крымского ханства но там еще стек подошел причем так неаккуратно подошел не нравится мне он с той стороны пришел по сути мы с трансильвании до конца стараемся разобраться о это уже хороший посмотрите может не в минусах это гуд наверное частично из-за того что потеряли какую-то часть войска то есть уже у нас нет необходимости платить за такое количество наемников силистрия силистрию пожалуй стоит укрепить она всегда является на объектом наездов нападок но это укрепление слишком дорого стоит наверное пока повременим что-то больше экономическое хотя что церквушку да давайте пока дешевое что-то строить церквушку построим для подчинения все-таки нужно будущее смотреть с высоко поднятой головой а для этого нужна какая-то гарантия гарантия зиждется подчинение а подчинение зиждется церквушки так белград 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 там кстати был такой комментарий в отношении того что ну серия называлась крымское ханство да и османы называла серий не было ничего сказано об османах и крымском ханстве найду как назвать еще серий а тогда называл серий просто потом по мере того как мы сталкивались с различными врагами. Надо же их как-то, в конце концов, называть. А расскажем, само собой, и о Османской империи, и о турках, и о всех. О всех поговорим, о всех. Никого не забудем. Блин, опять с Московским царством. У нас отношения плохие. Но что-то они плохие-плохие, они на нас никак не нападают. Что же... Ого, вы смотрите, что тут происходит. Блин, да испанцы спокойно себя отобьют от этих татар. Учитывая силу их войск, они их разгромят полностью. Блин, не хотят они с нами никак мириться. Что ж, тогда возьмем ваш Крым, раз вы такие злые. Пройдемся дальше по Европе, посмотрим, какие здесь сюрпризы. Но у нас, да, Венгрия. С Венгрией нужно совладать. Там где-то был, по-моему, город тоже... Ой, в Венгрии, с Венецией. Венецианский город был синий. Вот те нас, смотрите. И Астрия нападает на Трансильванию. А от нас отошли они. Поменяли как-то направление нападения австрияки. Видно, почуяли более слабую добычу. Хотя и мы не сильно в этом направлении. Здесь у нас войск маловато для того, чтобы противостоять этим друзьям. Поэтому нужно что-то думать сейчас, пожалуй, о защите. Хо-хо-хо-хо-хо-хой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Они воюют не только с нами Ну и такой мелочи, как Трансильванское Княжество я уже не считаю Да, поэтому нужно готовиться А нужно готовиться как? Нужно денежные Потенциалы копить, наемников Очевидно мы можем нанять везде И много, но для их найма нужны деньги А для денег нужно что-то Что-то с экономикой сделать Похлеще, у нас есть уже база Вы видите, что есть уже и города у нас появились И на базе этих городов, пожалуй, стоит строить Что-то более солидное Однако сначала Огородив их от нападения Блин, они как раз Все города у нас находятся на границе Границу однозначно нужно двигать Иначе мы потеряем наши экономические сосредоточения То, что в Украине у нас осталось Придется Придется, придется Пока замками оставлять Здесь слишком велика угроза Татар, да и с московским княжеством Эти отношения Не сильно вдохновляют Да На перекопе опять проблемы И опять приходится привлекать свои войска Кстати, да Продолжение эксперимента Вот смотрите Блин, полная победа Да, один раз победа Один все-таки рандумом Оно играет Практически соотношение такое же Хотя мы один ход пропустили Значит ослабили врага И тем не менее Соотношение Соотношение Ну как я и думал Да, то есть с рандумом Они выставляются Как-то вот в таком случае В принципе это хорошо То есть я не могу гарантировать себе победу И не могу Поражение гарантировать Поэтому как бы Нормальный расклад Меня он устраивает По крайней мере лучше Если были бы постоянные победы Ну если делать дело То делать до конца Кафа тоже большой город И в нашей власти Было бы неплохо его заполучить Так же как и деньги Со штурма городов Мы за счет этого Только живем и питаемся Пока что экономика Не такая сильная Для того чтобы генерировать Сверхприбыли Поэтому кафа И кафу мы можем сразу атаковать У нас есть пушка И по сути Здесь маленький гарнизон Вряд ли что-то нам противопоставит Есть супер Полная победа Крым наш Быстро мы с ним разобрались Забрались Единственный вопрос Который меня волнует Есть ли на этом Перешейке Переход Или нет Сейчас мы должны Это проверить В ближайшее время Но давайте сейчас С кафой разберемся Утихомирим ее Потому что Ну откуда-то же войска Большие в принципе Крымские шли С крымского ханства Значит они с перехода Оттуда приходили Подкрепления А может и нет Не могу конечно Гарантировать Что это так и было Впрочем сейчас Все узнаем Итак Княжество Трансильвания Кто смотрел Мое прохождение Рима Тот помнит Что я рассказывал Про даков Про дакию Про их связи С волками С оборотнями Тоже все Эти интересные зацепки Откуда это все Произошло Ну и именно Эти ребята Они населяли Будущую Трансильванию Или княжество Трансильвания Весьма интересная Была область Как в то время Во время римлян Так и впоследствии Осталась Весьма такая Своеобразная Загадочная область Благодаря своему Географическому положению В принципе И благодаря тому Что такой Своеобразный центр Миграции От Европы К Азии И к Востоку Дальнему ближнему Да любому по сути Потому что Вот это вот место Через него прошло Просто сумасшедшее Количество народов И там менялось Фактически Все Не только во время Переселений Но и во время Других эпох Трансильвания Присоединилась К Венгрии Тем не менее Нельзя сказать Что Трансильвания Полностью Стала Частью Венгрии Она Обладала Определенной Автономией То есть Была частью Венгерской Венгерской Королевства Но Обладала Автономией Вот такие Вот дела Получились Так Так Вот так У нас Продвигаются Постройки В принципе Трансильванию В составе Венгрии Можно сравнить С Украиной В составе Российской Империи Поначалу Она тоже Обладала Большой Автономией Охраняла Как бы Была Буфером На границе Между С Османской Империей С Крымским Ханством То есть Позволяла Как бы Более-менее Защищаться От этого То же самое И с Трансильванией Тоже было Буфером Защищала Южные Рубежи И Как раз Эти Секеи Или Саксы Саксоны Саксы Да Правильнее Здесь Саксы Потому что Саксоны Как раз Я перепутал Саксоны Это к другому Относится А здесь У нас Саксы То есть Отдельно Не имеющие Отношения К саксонам Хотя Говорят Англосаксы Да Но здесь Такое Повторное Дублирование Можно сказать Определенного Этнического Как наверное Галы И Галаты Что-то Типа Такого Может быть Сравнение Такое Привести Перемирие Ух ты Какая Неожиданность А А Если Торговый Договор Да Ну что Что ж В принципе Добивать Полностью Трансильванское Королевство Нам нет Нужды Потому что Мы столкнемся С новыми Трудностями Если Уничтожим Одного Из своих Потенциальных Союзников Плюс Австрия Пускай Австрия Пока Как можно Дольше Занимается Этими Ребятами Как у нас Джихад Отогнали Блин Опять Испанцы Только С джихадом Справились Они Взялись За меня Да И не только Испанцы По всей Видимости Австрийцам Тоже Не Емется Печалька Печалька Самая Натуральная Да Мы сейчас Подвергнемся Такому Нападению Которое По сравнению С крымским Ханством Да Куда же Выходить К вам У вас Такое Громодное Множество Новая Гильдия Кафа Пока Пожалуй Не время Строить Воры Преступники Блин Да Нам Пока Пока Что Нам Наверное Не нужно Это Разведческие Гильдии Денег На нее По крайней Мере Нет Да Пока Нет Денег Итак У нас Ограничено 1636 год Произошло вторжение имперцев и испанцев во Францию Под угрозой нападения оказался сам Париж Во Франции эта компания вошла в историю как год Корби Взятие этой крепости стало самым ярким эпизодом вторжения едва не заставившего французов пойти на мир Но Фридрих Генрих Аранский решил воспользоваться отвлечением главных сил испанцев на Францию и начал наступление на Бреду Это стало одной из причин побудивших кардинала Инфанта свернуть операции и прекратить наступление на Париж Так-то Франции повезло 36-й год Весна Началось новое восстание краканов В областях западной и южной Франции Своё название участники крестьянских восстаний против роста налогов и синериальных поборов получили от лозунга на грызунов Так крестьяне называли дворянство фаскалов и откупщиков И возможно от округа Крок, где началось движение краканов Видите какая штука Крестьянам уже достала эта вся дворянская фигня В ходе 30-летней войны, 36-й год, между шведской армией и союзными войсками Священной Римской империи и Саксонии Произошла битва при Витштаке 15-тысячной шведской армией командовал Иоанн Баннер Католики же не смогли выбрать того, кто будет командовать всех их 23-тысячной армией Поэтому каждый из полководцев командовал одной третью И в результате достаточно ожесточенного боя Атакованные с двух сторон имперцы были вынуждены отступить Потеряв артиллерию и оставив многочисленных пленных Интересно, интересно Короче, вот так не повезло, собственно говоря, католикам Ввиду своей определенной разобщенности Что ж Так, 36-й год, опять же, вот У нас Так, с этим все мы ясно разобрались Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok